22 рыболова, в их числе была и женщина, померялись силами на пятом фестивале «Поплавок-2021». Все они работники Рафио Цуния, в свободное время любят проводить на берегу с удочкой в руке. В соревнованиях участвовали как и профессионалы, кандидаты в мастера спорта и спортсмены, имеющие разряды, так и любители, для кого рыбалка – это хобби. Будем подводить итоги в номинации среди профессионалов, то есть личное и командное первенство, получается, будут призы номинации профессионалов для команд, также для любителей, точно так же по максимальному весу пойманной рыбы. А гран-при уже разыграем среди всех участников, основное условие – членство в профсоюзе. Соревнования прошли в один тур. Четыре часа рыболовы пытались поймать улов на поплавочную удочку. Получилось не у всех. Решающую роль могла сыграть правильно подобранная прикормка. Здесь не было никаких ограничений. Садки использовали из синтетической ткани, чтобы не повредить рыбу. Весь улов в конце организаторы предлагали отпустить. После контрольного взвешивания началась церемония награждения. Без подарков не ушел никто, а самый главный приз достался Алексею Тверскову. Награду ему вручил высокий гость – председатель первичной профсоюзной организации РПРАЭП ВРФИАЦ ВНЕФ Иван Никитин. Диплом. А это приз – профсоюзная лодка. Улов Алексей составил 431 грамм. Своего главного соперника – серебряного призера Максима Ведищева победитель обошел на 50 граммов. Это не первая победа Алексея на поплавке. В 2018-м он также забрал гран-при. Это был первый турнир поплавок, с которого я начал. Я тогда помню, в субботу выиграл этот турнир поплавок в 2018-м, а в воскресенье – чемпионат Сарол по поплавочной лоле в 2018-м году. И получил свой первый спортивный разряд тогда. Я с детства рыбачу. Просто где-то к 45 годам только так уж получилось, что у ребят уговорили прийти на соревноваться. Дальше я ловил для себя, а тут вроде попробовал так и затянул. Своим результатом Алексей доволен, хотя изначально не планировал участвовать, но выдал свободное время и решил попробовать. Подаренные лодки обещал найти достойное применение. Екатерина Опенова, Евгения Шевцова, Евгений Зыбин. Служба новостей Саров-24.